Найти работу, запустить стартап или расширить бизнес за границей. Единая платформа услуг в зоне свободной торговли провинции Шинси помогает в решении этих вопросов. Механизм был создан для развития предпринимательства и укрепления связей со странами шелкового пути. Об инновационных подходах расскажут наши корреспонденты. Женбек Ластаев, китайское имя молодого человека Жуйчжань, окончил третий курс университета города Сиань. Сейчас у студента каникулы, но вместо того, чтобы ехать домой, он пробует найти работу в Китае. Женбек прошел курс по электронной торговле предметами искусства и теперь надеется построить карьеру в этом направлении. Мне очень нравится история и культура Китая, поэтому я приехал учиться в Сиань. Шинси – одна из самых быстро развивающихся провинций. Здесь сейчас много студентов из Казахстана. Я хотел бы найти здесь возможности для развития своей карьеры. Молодой человек обратился в компанию «Единая платформа услуг» в зоне свободной торговли провинции Шинси. Здесь ему пообещали помочь, тем более, что у студента хорошее знание китайского языка и уже есть опыт работы с китайскими и международными компаниями. «После окончания вуза я хочу остаться работать в Китае. Могу ли я найти работу через эту платформу?» «Наша платформа предоставляет профессиональные услуги третьей стороны, например, для иностранных студентов, которые мечтают найти работу. Также мы помогаем продвигать стартапы». «Единая платформа услуг» также помогает уже состоявшимся предпринимателям продвигать свой бизнес за границей. Специалисты оказывают бизнесменам юридическую и информационную поддержку. «На консультациях для предприятий мы рассказываем о возможностях инвестиций за рубежом и способах предупреждения рисков. Кроме того, с помощью нашей платформы можно оформить необходимые документы и получить одобрение ряда ведомств». «Единая платформа услуг» появилась сразу после открытия зоны свободной торговли в провинции Шэньси. Задача оказывает содействие предпринимательству. Административный центр провинции, город Сиань – историческое начало древнего шелкового пути. Поэтому сейчас зона свободной торговли Шэньси ориентирована на развитие сотрудничества со странами-участницами инициативы, прежде всего России и государствами Центральной Азии.